всем привет вы на канале шить для себя это удобно сегодня мы будем шить вот такое пальто без подкладки с оригинальной застежкой даже объяснить не могу с цельнокроенной вот такой застежкой нарисовать ее даже не смогу значит цельнокроенный рукав по переду будут рельефы со стороны спинки их не будет широкий рукав вот и самое интересное что обработка всех швов будет стык в стык но никакой не косой бейка а просто ткань будет укладываться рядом и настрачиваться на зигзаге нитками в цвет потом дополнительно хозяйка этого пальто будет украшать его всевозможными цветами я даже не знаю как они будут выглядеть но обязательно покажем по бокам будут разрезики и это ткань похожа на пальтовую тонкую ткань что-то очень очень необычное не знаю даже что у меня получится это эксперимент в любом случае но будем пытаться вот а использовать я буду свои швейные недавно вам показывала швейные вот такие полезности по моделированию с ними очень удобно будет раскроить сразу на ткани вот такую незамысловатую модель пальто за исключением вот этого узла кроить пальто мы начинаем с того что складываем ткань пополам лицом к лицу и к сгибу я укладываю вот эту картоночку которую показывала это моя основа укладываем намечаем линию талии под и затем делим участок от проймы пополам и можем провести провести линию это будет линия которая поможет нам сориентироваться с рукавом вот так теперь теперь вот здесь мы просто сначала проводим линию ровную как идет плечо откладываем 52 сантиметра и затем я приподнимусь на сантиметр вот здесь выровняю плечо и затем плавненько сведу все вот сюда вот так то есть над плечом нужно подняться где-то на сантиметр затем под прямым углом к этой линии вот так проводим перпендикуляр моем случае я сложила 22 сантиметра и теперь по касательной вот здесь мы начинаем под прямым углом доходим до линии до вот этой и делаем вот такой переход ближе к линии талии то сделаем вот такое округление то которое у вас получилось если линия будет ложиться так чтобы ну подальше чем линия талии это не страшно все-таки это пальто и оверсайз теперь нужно отложить линию бедра линия бедра моем случае 24 сантиметра заказчицы вот так намечаем линию и откладываем по ней по по ней откладываем ширину не меньше 30 потому что объем бедер 30 и я добавлю на свободу еще сантиметре к 2 вот 32 я отмерю и теперь эти точки я аккуратненько вот так выровняю вниз провожу ровную линию параллельную сгибу и в моем случае длина длина пальто 125 сантиметров и отрезаю ровно сто двадцать пять сантиметров все спинку мы смоделировали здесь нет никаких сложностей и на основании спинки будем уже моделировать полочку если посмотреть на рисунок то полочка отличается от спинки только тем что у нее через центр груди будет проходить рельеф как выглядит рукав как внизу все все абсолютно одинаково и вот в этот рельеф я хочу спрятать вытачку вот поэтому для этого мне понадобится непосредственно мой мое приспособление швейная вот вот эта спинка я раскрываю и отмечаю себе вот здесь что здесь будет у меня рельеф и принципе можно убрать спинку здесь вот тоже отворачиваю и рисую где у меня будет рельеф вот так продлеваю зрительно вот и провожу туда убираю теперь спинку пока могу наметить еще верхнюю часть рукава вот так и убираю пока спинку ориентируя у меня есть укладываю свое приспособление раскрываю вытачку именно так как мне нужно укладываю борт потому что у меня не будет здесь никакой обтачки у меня будет просто обработка края и намечаю центр груди намечаю так вытачка вся уйдет сюда значит провожу линию вниз и плавно ее соединяю так как швы у нас будут в стык припуска особо не нужно буквально 05 я буду делать только для того чтобы сначала соединить померить а потом я этот краешек конечно же обрежу все значит вот так у меня проходит линия груди я ее себе отметила все по центру уложила еще раз проверила вот горловинка у нас пока я вырезаю именно как идет по основе ну а потом мы уже на примерке определимся как будет идти горловинка все а теперь нам нужно покроить эту часть и эта часть у нас будет чуть-чуть я смещаю вперед буквально там на полтора сантиметре к и обвожу эту часть чтобы было понятно сверху сейчас накладываю спинку и отрисовываю так как у нас ложится спинка вот что получается так будет идти непосредственно другая часть переда это так для себя ориентирно рисовала уберу сейчас все линеечки сверху укладываю спинку выравниваю и обвожу здесь я отметила вот здесь будет отметка это вытачки вытачку я укладываю сюда и точно так же обвожу пока а потом немножко еще скос мы сделаем и все и выкройка пальто будет готова я вам сказала что это очень просто балетиком выкраиваем вот и сейчас прям ножничками так все и вырезаю вот на этом участке делается вытачка буквально сантиметр между ними и все вырезаю по вот этим контуром в итоге мы получаем вот такие детали кроя вот это открытая вытачка это будет перед у нас перед я на всякий случай оставила сантиметр хотя будет швы стык стык но я для примерки это сделала после примерки все срежу и по боку в том числе что соединение будет все стык стык вот так это будет выглядеть по бокам будут разрезы сантиметрах 40 от низа ну вот так все очень просто как будет выглядеть застежка будет разрез ну определимся на примерки и и сюда будет вставляться красивая такая штучка задрапированная то есть это будет уже как врезаться в борт передней половинки и к этому вернемся уже после примерки все сметываем и ждем примерку после сметывания мы произвели примерку и поняли что все конструктивные линии на месте поэтому нам нужно теперь по сметке сделать линию и обрезать все именно по этой сметке потому что мы будем стыковать и соединять на зигзаге что я упустила значит когда мы краили перед нужно обязательно перед сделать скос на полтора сантиметра то есть мы немножечко опускаемся и относительно на спинке спинка должна быть немножко длиннее чем перед вот и вот так мы срезаем буквально на полтора сантиметра все это мы срезаем и все и затем я полностью срезаю всю наметку начинаю соединять детали на зигзаге вот что я делаю я сразу отрезаю сантиметр сметанного края сразу две детали вместе и так по всем частям и здесь в том числе по боку мне нужно добиться того чтобы при стачивании они были в стык в стык совет такой при стачивании обязательно поставить отметки можно даже на лице если у вас мел хороший и стирается для того чтобы когда вы будете соединять не перекосить бока вот здесь вот среди средняя часть переда вот здесь по горло по пройме обязательно поставить не рассечку а меловую линию для того чтобы соединение у вас было ровно и пальто лежало на вас не в перекос а очень очень ровненько хочу показать как выглядит именно соединение двух деталей зигзагом я укладываю так чтобы по центру лапки лапку кстати использую с верхним транспортером мне показалось что строчка более интересная я укладываю и 8 миллиметров у меня зигзаг 0.85 частота вот и главное следить чтобы здесь было хорошее смыкание шва вот в итоге мы получаем вот что сейчас я вам покажу вот такой шов с лица с изнанки тоже неплохой и все детали на этим пальто я буду соединять вот таким швом такая задумка делаю это первый раз для меня это новая технологии посмотрим что у меня получится вот стачали мы переднюю часть из двух частей вот как это выглядит смотрите такой плоский шов это с лица это с изнанки вот и также мы стачали плечевой таким же способом и обработали развернутом состоянии низ рукава вот так и после этого сейчас я буду вот это самое сложное стачивать тоже в стык до по непосредственно перехода в разрез вот до сюда вот а потом буду отдельно обрабатывать эту часть в круговую и отдельно по спинке тоже в круговую и тоже на таком же зигзаге так это выглядит на манекене смотрите вот еще будет украшение цветами и застежка вблизи строчки вот как строчки выглядят так вроде бы неплохо вот такое полупальто или не знаю накидка у меня получилось не удивляйтесь передо мной мое будущее пальто и мы решили что оно хоть и прекрасно но в нем не хватает какого-то шарма какой-то изысканности изюминки и мы решили расшить это пальто необыкновенными цветами поскольку материала у нас не очень много осталось мы решили его бездумно не резать и попробовать выложить эти цветы таким образом взяли нетканный материал и уже творили что только захотели раскладывали вырезали больше вырезали меньше эти цветы и в конечном итоге у нас получился вот такой вот макет приблизительно я вам его сейчас продемонстрирую в виде орхидеи он такой вот вышел у нас вот смотрите все это отдельно мы вот так красиво делали так этот вот так листок вот так вот будет очень красиво получается на материале таком вот более плотном потом мы каждый листочек будем вот так расшивать ну не каждый может быть какой-то разошьем какой-то не разошьем чтобы это не получилось ну как-то уж слишком грубо или что-то как-то навязчиво нет вот таким вот образом каждый из них еще будет в сборочку вот так вот собираться очень красиво получается и от него пойдут вот так вот различные листочки бутончики вот так вот сделаем очень красивые бутоны кстати получаются из этого материала форму держит великолепно вот мы их еще разошьем по окантовка такая будет просто чтобы в течение жизни они не разоширились не усилия не дали усадку и так далее в конечном итоге у нас получилось вот что я вам покажу мы это закрепили вот таким вот образом смотрите какая получилась красота с листами цветами вот немножко даже загнем вот сюда вот на рукав и таким вот образом потом будем еще расшивать что у меня есть для расшивания я взяла вот такого получается цвет бензин называется бусины бусины они различные совершенно величины есть бисер есть стеклярус вот есть капли которые будут вот так вот здесь вот как ниточки свисать вот так вот есть большая бусина такая такого же бензинового цвета в общем будем творить что получится обязательно вам покажем на канале шить для себя это удобно творите у вас тоже все получится ну вот долгожданная работа закончена Людмила Николаевна собственными ручками все вышила и посмотрите девочки как это красиво смотрится посмотрите как с какой любовью это вышито и с какой любовью это будет носиться и сейчас мы вам обязательно продемонстрируем Людмилу Николаевну во всем образе и так смотрите что у нас получилось это совместное творчество сам жилет шила я но украшение конечно же хозяйка этого жилета Людмила Николаевна давайте смотреть так она выглядит вблизи посмотрите какая красота вот такой красивый рисунок в виде цветов тут же видно платье который вы тоже можете посмотреть на канале ну и как смотрится на жилет со стороны спинки мы тоже сейчас покажем вот такой свободного силуэта жилет с большими разрезами по бокам посмотрите обувь тон обязательно все очень очень красиво пробуйте девочки дерзайте и у вас обязательно все получится делайте то что любите и любите то что вы делаете всем желаю удачи удачи а и а и и Продолжение следует...